День Города Миллиардов рублей Глубокая переработка Конезаводчики из Аликанова ждут инвесторов Смертельный попутчик В Рязанской области раскрыли двойное убийство таксистов На Международном экономическом форуме В Санкт-Петербурге Рязанская область Заключила 32 соглашения На общую сумму 176 миллиардов рублей Больше половины контрактов Инвестиционные Об этом сегодня на специальном брифинге Заявил в Рио губернатора Павел Молков По его словам, каждая деловая встреча В Питере оказалась полезной Для Рязанской области Петербургский экономический форум Получился сверхпродуктивным И дело здесь не только в количестве заключенных соглашений 32 и цифрах инвестпрограмм 176 миллиардов Они, к слову, в разы выше показателей Прошлого форума Главное, по словам Павла Молкова У Рязанской области есть серьезные точки роста Соглашение с корпорацией Туризм.РФ Одна из них Здесь мы пока выбрали только две локации Которые уже обсуждаем И в которых будем реализовывать конкретные проекты На самом деле их намного больше И, наверное, важно, что подписание соглашения Происходило в присутствии Зампреда правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко И мы с ним договорились еще Дополнительно встретиться и все это обсудить Потому что на самом деле Я об этом говорил и буду говорить еще не раз Туристический потенциал Рязанской области Очень и очень недооценен У нас огромное количество точек роста Которые можно развивать Которые поедут туристы Просто надо предложить продукты Фармацевтика тоже сегодня предлагает уникальные продукты О встрече с руководством компании Фарми Мэкса и Скопинфарм Павел Молков рассказал детализировано С предприятиями российской Бигфармы У Рязанской области сразу два инвестконтракта По первому из которых в регионе Наладят полный цикл производства Биофармацевтических препаратов Субстанций и препаратов плазмы крови человека А вторую и вовсе грандиозной СПИК-2 Производство противоопухолевых препаратов И средств диагностики злокачественных образований Не имеющих аналогов в России У коллег сейчас в реализации два крупных проекта Два предприятия, которые будут выпускать Самую современную фармакологическую продукцию Там есть определенные технические Организационные вопросы, которые мы обсудили И которые будут решены в ближайшее время Проекты будут запущены И в одном из проектов есть вопрос По доработке федеральной нормативной правовой базы Сейчас уже подписан Или находится где-то буквально на подписи Федеральный закон, который требуется для запуска проекта И следом надо формировать подзаконную нормативную правовую базу Как заявил Павел Малков После каждой деловой встречи Были зафиксированы конкретные поручения Каждому ведомству Их свели в единый список Чтобы все эти проекты не остались лишь на бумаге Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Рязань закупит 47 новых современных автобусов Об этом со ссылкой на врио губернатора области Павла Малкова Пишет издательство «Пресса» По словам руководителя региона Кроме этого УРТ получит еще 150 поддержанных троллейбусов И автобусов из Москвы и Санкт-Петербурга Как указано в сообщении Техника будет во вполне приличном состоянии Цитата «Нужно изменить отношение к самому предприятию Оно должно быть современным и эффективным Соответствовать требованиям времени» Отметил Павел Малков Зоотехнолог Татьяна Ефимкина из Аликанова Уже 30 лет занимается разведением арабских пони И сумела селекционировать максимально дружелюбный вид Вот только для дальнейшего развития канифермы нужны инвесторы И вкладывать им есть куда У местных заводчиков уже даже есть проект Небольшого завода по производству удобрений В сорокаусте нашего земляка Сергея Есенина Есть строки о том, что не вернуть тех времен Когда пару красивых степных россиянок Отдавал за коня печенек Действительно, много столетий назад Конь был настоящим богатством И другом, помощником, кормильцем, защитником Но и в современном мире Без коня человек обойтись не может Это, знаете, это генетическое Вот вы когда-нибудь задумались такие слова Князь, конный воин Предводитель этого Кавалер От слова кавай Лошадь Он на лошади Лошадь, особенно породистая, всегда была очень дорогая Вот Также конкистадоры Их там совсем чуть-чуть Они победили огромную империю На лошади Лошадь это сила, вот нормальная лошадь Вот И даже Это боевая машина была у рыцарей А крестьяне, понимаете, особенно у нас здесь Зона рискованного земледелия Человек не мог прокормить, столько вырастить У нас один урожай А лошадь это сила пяти-шести взрослых мужчин Это основа жизни крестьянской семьи Арабские пони Самая дружелюбная порода Зоотехнолог по профессии Татьяна Николаевна уже 30 лет Занимается специальным подбором И селекцией по принципу добронравия Потому что основная целевая аудитория заводчицы Детские лечебные центры Мои лошади самые добрые Безопасные для детей Нет, естественно, они в спорте выступают Есть чемпионы России Есть чемпионы выставок Но это заслуга селекционеров исходных пород Моя, единственное, что я сделала Я отбирала жесткой селекции на добронравие Вот они добрые Здесь может любой ребенок зайти И с ними ничего не случится Он для них человек Вот нечто такое сакральное Высшее Они его берегут Вот Даже когда на тебя летит этот огромный табун Вот А они телом хорошо владеют Они оббегут и не тронут и не обидят Так этот солярис к вам пристает Сейчас будет целование, обнимание Любопытные, добрые, послушные и веселые Эти лошадки востребованы в ипотерапии и агротуризме Только в Аликаново есть реабилитационный центр К которым работают лошадки из подворья Татьяны Николаевны Здесь же туристический центр с ее пони А еще они естественные производители лучшего Что подтвердит каждый фермер и дачник удобрения Конский навоз обладает свойствами, которые в разы повышают плодородность почвы И соответственно урожайность без химии Вот эти все черноземы великолепные, которых лучше нет в мире Да и здесь и у нас Они сделаны были мамонтами, носорогами и лошадьми А так как мамонтов и носорогов сейчас больше нет, остались лошади У лошадей они совершенные пищеварения Мы можем эти просто навоз, мы его сможем сферментировать Можем на основе соломы, можем добавлять туда и другие микроэлементы И залу, и все натуральное Идея организовать переработку навоза в удобрение возникла у Татьяны Николаевны давно Только с ее подворья 70 лошадок можно получать от 500 тонн навоза в год Можно и больше, есть технологии И есть технолог, который знает, как ферментировать навоз, чтобы он стал удобрением Нет лишь инвестора, который помог бы запустить, механизировать этот процесс Как только процесс запустится, это обеспечит тысячи дачников и фермеров Недорогим, органическим, безопасным и эффективным удобрением Вот только в своем возрасте и при семи десятках копытных питомцев В одиночку Татьяна Николаевна реализовать эту идею пока так и не может В Рязани началась реконструкция северной окружной дороги Об этом сообщает региональный Минтранс На дороге уже установлены информационные щиты И ведется геодезическая разбивка трассы По проекту здесь отремонтируют дорожное полотно Добавят фонари Саму проезжую часть расширят, обустроят велодорожки Плюс установят наземный переход Реконструкцию обещают завершить в следующем году Стоимость работ 750 миллионов рублей В Минтрансе уточнили, что во время проведения работ Транспорт будет ездить только по половине проезжей части Оперативники УМВД по Рязанской области По горячим следам раскрыли громкую серию убийств таксистов Погибших находили в лесополосе Подробности далее Водитель где находился? Сидел за рулем Сидел за рулем Он сказал, что отдавать ничего не будет А руки у него по-прежнему находились высоко Обе руки были на руле И в этот момент прямым хватом я просто ударил его ножом 20-летний парень вполне себе спокойно рассказывает Как совершил первое убийство Всего неделю назад, 14 июня За рулем Ниссан Алмера тогда сидел 74-летний пенсионер Двое парней нашли его на автовокзале Попросили подбросить до Чучковского района Уже в дороге сказали, что через песчаный карьер можно сократить Там таксисты и порешили Тело пенсионера бросили в лесополосе Нашли погибшего уже поисковики Это уже речь о втором убийстве Произошло оно спустя всего несколько дней По версии следствия, налетчики снова вычислили частного извозчика на автовокзале Попросили добросить до того же Чучковского района По стандартной схеме предложили сократить через карьер Там и убили Водителю было 32 года В результате грамотно спланированных следственных действий И оперативно-розыскных мероприятий Следователями совместно с сотрудниками полиции По подозрению в совершении указанных преступлений Задержаны два жителя поселка Авангард Чучковского района 1999-2001 годов рождения При производстве обысков в жилище Следовательно, обнаружены вещи убитых и орудия преступления Автомобиль одного из убитых нашли в том же поселке Машину второго на территории песчаного карьера Вот это самое место И где? Пацана повернулся, вот здесь напротив дерева поставил автомобиль Вот, куст стоит вот напрямки Вот, где лесопосадка Промстить документы и сжигали В Шиловском МСО Следственного управления Следственного комитета России Паризанской области уже возбуждено уголовное дело По части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Убийство двух или более лиц Проводятся следственные действия Назначены необходимые экспертизы Расследование уголовного дела продолжается Следователям предстоит выяснить роль каждого юноши в этих преступлениях Солнцестояние один из двух дней в году Когда Солнце на самом большом угловом расстоянии От небесного экватора И высота звезды над горизонтом В полдень минимально или максимально Это приводит к самому длинному дню И самой короткой ночи в одном полушарии Земли И к самому короткому дню И самой длинной ночи в другом В 2022 году летнее солнцестояние Наступит 21 июня в 12 часов 14 минут По московскому времени Продолжительность светового дня для нашей широты Составит 17 часов 33 минуты В день летнего солнцестояния Солнце восходит на север-востоке А заходит на север-западе Описывая самую длинную дугу на небосводе В приполярных широтах северного полушария Наступят белые ночи Заполярье – полярный день Выше полярного круга на широтах Выше 66,5 градусов Солнце вообще не заходит за горизонт И день длится круглые сутки На северном полюсе Земли В течение суток движение солнца по кругу Происходит параллельно горизонту В умеренных и высоких широтах Можно наблюдать серебристые облака Самые высокие облачные образования В земной атмосфере Образующиеся на высотах 70-95 километров Их называют также полярными Мезосферными облаками Или ночными светящимися облаками В течение нескольких соседних дней Высота Солнца над горизонтом почти неизменна Отсюда название – солнцестояние Затем светило начинает обратное поступательное движение Вниз по эклиптике В северном полушарии день начинает убывать А ночь прибавляться В южном полушарии наоборот Период между июньским солнцестоянием И сентябрьским равноденствием Называется астрономическим летом Которое длится, как правило, В северном полушарии с 21 июня по 23 сентября В високосные годы эти даты сдвигаются на один день На протяжении тысячелетий День летнего солнцестояния Имел огромное значение для всех народов Которые жили в гармонии с природными циклами И организовывали свою жизнь в соответствии с ними На Руси в древности В день летнего солнцестояния Праздновали День Ивана Купалы В этот праздник существует ряд запретов и традиций К примеру, наши предки верили Что в этот день вода обладает целебными свойствами Поэтому девушки старались умыться первой утренней росой Также одной из традиций в день летнего солнцестояния Было разжигание костров Считалось, что огонь очищает и избавляет от проблем Поэтому в него нужно было бросить что-то, от чего нужно избавиться А если у вас есть какое-то заветное желание То день летнего солнцестояния Лучшее время, чтобы его загадать Если это сделать, как утверждается в приметах Мечты станут реальностью Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте Город62.тв И в группе в социальных сетях На этом я с вами прощаюсь Хорошего вам дня и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин